Рязань посетили делегации из семи стран мира. Среди них Сербия, Турция, Китай, Португалия, Египет, Узбекистан и Молдова. Отличительная особенность – каждый представленный город имеет древнюю историю, которая насчитывает более 500 лет. Гостей приветствовали глава муниципального образования Юлия Рокотянская и исполняющая обязанности главы администрации города Рязани Елена Сорокина. У наших городов разная культура, разные архитектурные особенности, но наша общая цель – сохранять исторические ценности. Вместе с этим необходимо создавать условия, комфортные для проживания наших горожан, строить новое жилье, школы, детские сады, поликлиники. Стоит отметить, что встреча прошла в неформальной обстановке. Говорили сразу на нескольких языках мира. Отметили, что задачи во всех странах стоят одинаковые – сохранить культурное богатство для будущих поколений. Мы очень любим свой город, по праву гордимся его историей и современном развитии. Нашим древним городам есть, что рассказать друг другу и поделиться своим богатым опытом. Надеюсь, что наше деловое общение будет по-настоящему результативным. Например, в Турции столкнулись с проблемой современной застройки. Город Мугла построен слоями. Чтобы возвести новую многоэтажку, придется уничтожить архитектурное наследие. Задача властей – предотвратить культурные потери. Но как это сделать? Представители делегации рассчитывают найти ответ во время форума древних городов. Культура и архитектура во всем мире переживают определенную деградацию. Качество падает. Например, театральные представления не имеют такого большого спроса, как раньше. Национальные мероприятия не ценятся, как раньше. Их место занимают книги и фильмы. Поэтому живущие в древних городах должны своим присутствием напоминать людям именно о ценности культуры. С похожими проблемами столкнулись и в Сербии. Город Ниш основан более двух тысяч лет назад. Он включает в себя инфраструктуру римского, византийского, турецкого периода, а также современные эпохи последних двух столетий. Поэтому главной задачей становится объединить различные культуры и в то же время создать удобное для жизни пространство. Самым важным зданием общественного пользования и пространством общественного пользования является крепость из античного и турецкого периода, которая одновременно является общественным пространством, пешеходной зоной и крупнейшим парком в городе. В развитии Рязани акцент сделали на создании малых архитектурных форм и декоративного праздничного оформления, реконструкции фасадов исторических зданий, центральных улиц, сохранении зеленых зон. В то же время разработаны требования к рекламным конструкциям. Юлия Рокотянская подчеркнула, что необходимо перенести акцент восприятия города с рекламы на исторический облик. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».